Его экранные дуэли с Брэдом Питтом, Томом Харди и Майклом Джейм Уайтом запомнились многим. Но далеко не все знают, что Нейтан, или как его еще называют, Натан Джонс, еще 16-летним подростком был объявлен в розыск за участие в серии вооруженных ограблений. При этом спустя 30 лет вернулся в родную Австралию, но уже не в тюрьму, а в Сиднейский оперный театр на премьеру фильма «Безумный Макс. Дорога ярости». Подробнее о Нейтане Джонсе как сложном подростке, рестлере и актере, через несколько секунд. Спонсор выпуска – Генофарм. Выбор чемпионов. Гормон роста. Премиум качество. С юных лет Нейтан оказался в преступных группировках Австралии и к 16 годам был в розыске за 8 вооруженных ограблений. В итоге был пойман, на допросе признался, что большую часть нападений совершал под сильнодействующими веществами и в свои 19 был осужден на 16 лет заключения, хотя в итоге пробыл за решеткой 7 лет в тюрьме строгого режима. Не лучший, но, по словам самого Джонса, необходимый опыт в его жизни. Это был сложный этап. Такое ощущение, что в те годы я сознательно уничтожал самого себя. Прошло несколько лет, прежде чем я, наконец, смог разобраться в себе и сделать правильный выбор. За годы заключения Нейтан обучался чтению и письмо, а также нашел занятие по душе и своим габаритам. Освоил базу пауэрлифтинга и стронгмена. Джонс был словно создан для тренировок с большими весами и уже на свободе в 95 году завоевал звание сильнейшего человека Австралии, а после стал выступать на международном уровне в дисциплине стронгмен с такими атлетами, как Магнус Самуэльсон и Владимир Турчинский. Я парень мощный и люблю достойных соперников. На этих видео 95-96 годов Нейтан тянет 4 и даже 6 автомобилей, переносит бочки, выполняет подъемы жим бревна, а также участвует в армрестлинге. Увы, не обходилось без травм. Похоже, я сломал ему руку. Думаю, что травма серьезная и он не сможет продолжать. Это ужасно. Мне жаль, что все так произошло. Да, Магнус сломал мне руку. Боль была просто жуткая. Помню, как посмотрел на руку и даже не поверил, что она сломана. Врачи говорят, что я пропущу около 6 недель. Ну, в принципе, могло быть и хуже. Впрочем, спустя несколько лет Нейтан нашел себя уже в рестлинге, что неудивительно, с его-то ростом по разным источникам от 208 до 211 сантиметров и весом под 150 кило или даже более. Джонс выступал в Австралии, в Японии, затем в 2002-м заключил контракт с компанией World Wrestling Entertainment, но, несмотря на отличный потенциал, так и не смог найти себя в профессиональном рестлинге. Старожилы наверняка помнят его бои, в том числе в команде Брока Леснера, в 2002-м он даже побеждал на чемпионате мира в тяжелом весе, но все же карьера Нейтана в ринге оказалась коротечной. Чего не скажешь о мире кино, который нуждался в том числе в монструозных габаритах Джонса. Причем на разных этапах карьеры наш герой представал в различной форме. Смотрите сами. Впервые здоровяк появился в кадре еще в 95-м, в фильме «Первый удар», где в одной из сцен был противником Джеки Чана. А вот со вторым проектом Джонсу особенно повезло. Именно с ролью великана Багриса в нашумевший в свое время Троя Нейтан до сих пор ассоциируется у большинства зрителей. И хотя по сценарию его герой стремительно пал от меча Ахиллеса, образ вышел ярким и действительно запоминающимся. В 2005-м Джонс засветился в чести дракона, где пал жертвой эффектных приемов Тони Джа, спустя год в лице Геркулеса О'Брайана стал соперником Джетта Ли в боевике «Бесстрашный», далее в «Приговоренных» в образе заключенного проиграл схватку другому рестлеру, Стиву Остину, а в 2008-м вновь сыграл недалекого, но яростного гиганта уже в Астериксе на Олимпийских играх. Я зову его Кумунгус! Подойди ко мне! Подойди, мой мальчик! Иди ко мне, мой малыш! Иди сюда, маленький! А, Кумунгус? А-а-а-а! Джонс исполнил роль в тайском «Сомтуме», перезапуске «Конана Варвара» в 2011-м, сомнительном фильме ужасов «Ферма Чарли», но два главных его проекта за последнее время «Никогда не сдавайся 3», где его соперником был сам Майкл Джей Уайт, а также кассовый боевик «Безумный Макс. Дорога ярости». Я уверен, что наша версия «Безумного Макса» не оставила зрителей равнодушных. Команда проделала огромную работу, в съемках участвовали топовые каскадеры, а сама атмосфера гонок, пустыни, грузовиков, моторов, бесконечной погони – это было здорово. Правда ради, на съемках мы почти не слышали друг друга и команд режиссера. Рев моторов был просто оглушительный. Так что я старался не столько играть, сколько полностью вжиться в образ своего персонажа. Но что ни говорите, энергетика фильма зашкаливает. Меня часто спрашивают, выжил бы я, окажись на месте своего героя в постапокалиптическом мире. Что ж, думаю, что да. Порой на съемках я чувствовал реальную опасность, риск в определенных дублях. А вот в сценах драк я был как рыба в воде. Еще со времен рестлинга я знаю, как красиво ударить или упасть. Не разбился с теми, кто уступал мне в размерах. Так что, в целом, я просто получал удовольствие от нового опыта. Что в итоге? Согласно данным сайта IMDB, Нейтан уже заявлен в нескольких проектах на грядущие годы. А что до уже сыгранных ролей? В большей части из них он, в принципе, не произносил ни слова. Как правило, образы были однотипные, сводились к его свирепым, яростным и зачастую неэффективным атакам на соперников. Но все же Джонс запоминается на экране как минимум огромными габаритами и в свои 47 еще не сказал последнего слова в мире кино. А по каким фильмам вы помните Нейтана? Или, может, наблюдали за его поединками в качестве рестлера? И как вам, в принципе, Джонс, как атлет и актер? Мое мнение, лучшая форма у него была втрое и запомнился он прежде всего ролями Багриса в древнегреческом эпосе, а также Риктуса Эректуса в «Безумном Максе». В общем, обязательно поделитесь мнением в комментариях. А у меня на сегодня все. Напомню, этот выпуск уже 37-й из цикла о тренировках и судьбах актеров. Все эпизоды в отдельном плейлисте по ссылке ниже. Если понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Не прощаюсь.